Владимир Высоцкий Владимир Высоцкий Владимир Высоцкий Владимир Высоцкий Это темная сторона биографии Великого Барда, там не творчество берется, а именно его политическая позиция, его участие в той борьбе между либералами и державниками, которая в Советском Союзе происходила. Начиная работу над новой книгой, Розаков, как и его соавтор, бывший офицер КГБ Михаил Крыжановский, вряд ли ожидал, что каждую строчку позже будут изучать буквально под микроскопом, а оспаривать точку зрения историков родственники Высоцкого решат в суде. Я вас спрашиваю, у вас есть доказательства того, что он был завербован? Так что же такого написали авторы в своей книге? И есть ли у них доказательства на самом деле? Я стараюсь протащить вот эту вот атмосферу, дружественную атмосферу доверия. Владимир Высоцкий. Для миллионов советских людей кумир и полубог. Для многих наших соотечественников он и сегодня артист номер один. Пользовался такой бешеной популярностью, которую сегодня трудно даже представить. Знаменитый режиссер Станислав Говорухин снимал Высоцкого в его, возможно, самой известной роли. Начальника отдела по борьбе с бандитизмом Глеба Жеглова. Но мало кто знает, что Высоцкий работал на съемочной площадке этого фильма и как режиссер. Говорухин уступил ему свое место и уехал на несколько дней. Говорю, вот хочешь, давай, снимай неделю. Допрос Фокса, вот такие вот павильонные съемки. Вот та самая сцена. Высоцкий здесь за кадром. На этой бутылке, найденной нами в квартире убитый, отпечаток вашего пальца. А это еще ничего не доказывает, начальник? Когда, значит, я приехал, группа говорит, ой, он нас замучил. Потому что, ну, он моторный такой, значит, ему нужно, чтобы немедленно все работали, ни секунды остановки, ни перекурок. Возникает вопрос. Неужели Высоцкий, буквально одержимый творчеством человек, мог иметь дело с Комитетом государственной безопасности? Организации, от которой буквально шарахались люди его круга. Аргументы авторов версии о суперагенте Высоцком парадоксальны. Без поддержки Комитета артист не имел бы такого количества привилегий и благ. Розаков говорит, ни одному из коллег, актера и поэта такого не было дозволено. Хазанов посылку передал, например, там, от жены, родственнику в Канаде. И он 12 лет сделал невыездным. Высоцкий, он был привилегированный человек, проходил по категории номенклатурного. На Шереметьевской таможне международного аэропорта вы никогда не досматривали. В подтверждение автор приводит воспоминания друзей Высоцкого, в частности, известного сценариста Эдуарда Володарского. Володя, когда ездил во Францию, возил через границу по 10-15 цветных телевизоров «Шелялес». Я лично помогал грузить их. Таможенники на эти манипуляции закрывали глаза. Из воспоминаний сценариста Эдуарда Володарского. Есть у Розакова и другие аргументы экономического характера. Каждый год из своих заграничных выезжей привозил машины. Сначала начинал там с Рено, потом у него два Мерседеса бы. Никто такой частотой машины не менял. Только Брежнев один. Он, конечно, сценировал автомобили. Но разве для того, чтобы покупать иномарки и разделять увлечения генсека, обязательно быть агентом КГБ? Возможно и нет. Достаточно иметь высокопоставленных покровителей. Он пользовался такими широкими правами, каким не обладал ни один советский гражданин. Поскольку на самых высоких верхах у него сидели его поклонники и его творчество. Конечно, они ему все помогали и все его слушали. И члены Политбюро, и не члены Политбюро, и высокие начальники. У него была масса поклонников, которые, конечно, в случае чего его могли ему помочь, отмазать. Но, может быть, у авторов есть подтверждение непосредственного контакта Высоцкого с кем-то из КГБ. Вот это действительно стало бы серьезным аргументом в их исследовании. Есть версия, что поддержку артисту не раз оказывал Юрий Андропов, председатель Комитета госбезопасности. Считается, что именно он давал добро на любой выезд Высоцкого за рубеж. Андропов возглавил КГБ в 1967 году, а Высоцкого впервые выпустили за границу в 1973. Это, по мнению авторов исследования, связанные друг с другом события. Кадры судебного процесса. Сын Высоцкого против авторов книги. Судья пытается выяснить, как и когда был завербован популярный артист. Да и был ли вообще. Вербовка предполагает совершение определенных действий, составление документов. Документов у меня нет. У меня есть косвенные, косвенные, значит, улики, свидетельствуют о том, что Высоцкий был агентом комитета госбезопасности. Итак, улики только косвенные. Никаких свидетельств, записей или документов. Тогда откуда авторы знают кодовое имя агента Виктор? И что скажут историки спецслужб? Мы задаем этот вопрос подполковнику Александру Гусаку. Он проработал в органах госбезопасности более 15 лет. Теоретически допустить можно все. Но я не думаю. Нет. Мне кажется, он бы с точки зрения контрразведывательного интереса, он был не нужен. Мне кажется, давать что-то плановое, мне кажется, он бы для этих целей не подошел. Это мнение опытного офицера. Который, как никто другой понимает, оперативная работа – дело тонкое и сложное. В разведке, ну, как в общем-то в любой спецслужбе, требования к сотрудникам очень высокие. Потому что это надо и выдерживать колоссальные нагрузки, и владеть громадными знаниями, и быть способным к восприятию огромных объемов информации. Одно неосторожное слово, и работа огромного коллектива идет на смарку. Известны импульсивность и взрывной характер Высоцкого. Ведь даже в кино он по большей части играл самого себя. Неистового и бескомпромиссного. Теперь горбатый! Я сказал, горбатый! Так стоило ли подвергать риску труд сотен профессионалов? Если можно было бы его использовать только со стороны как бы третьих лиц, там, через узнать его мнение, там, и так далее, и так далее. Но давать что-то плановое, мне кажется, он бы для этих целей, ну, не подошел. В 1975 год. Владимир Высоцкий отправляется за границу, в капиталистическую Францию. В подобных ситуациях любой гражданин СССР проходит тщательную проверку и инструктаж. Но с Высоцким все иначе. А в Высоцком было несколько паспортов, это доказанный факт. А в Советском Союзе, вообще-то, несколько паспортов только у двух категорий граждан. У преступников, которые скрывались во всесоюзном розыске были, либо у разведчиков. Как предполагают авторы книги, именно в это время Высоцкий выполнял особое задание. То самое, которое ему дали в КГБ. Конечно же, всем интересно знать, что это за миссия. По версии Раззакова и Крыжановского, это отслеживание европейского наркотрафика. Вновь кадры суда. Меня вопрос интересует, Высоцкий, что ли, вывозил все наркотики из СССР или из Франции? Он, скорее всего, собирал информацию, был сборщиком информации. То есть от коллективных работников, которые имели выход на нам в арсейскую наркоматику или там в другую наркоматику. Он собирал информацию, перейдывал ее в Москву, либо передавал ее из Москвы туда. Именно оперативной деятельностью Высоцкого исследователи объясняют его зависимость от наркотиков. И что самое интересное, его брак с Мариной Влади. Именно на этой странице биографии поэта стоит задержаться подольше. Так что за версию предлагают авторы книги о суперагенте? Взгляните на эту фотографию. Французская актриса и советский поэт в лучшую пору своих отношений. Но у пары не было общих детей и общего дома. Это позволило некоторым современным исследователям заявлять, мол, звездный брак заключен не по любви, а ради чего-то другого. Высоцкий и Влади впервые встретились в 1967 году. Через два с половиной года они поженились. Жизнь звездной семьи была сложной. И это мягко сказано. За границу Высоцкого не выпускали. Влади сама приезжала в Советский Союз. Так продолжалось три года. Сомневаться в том, что между ними было чувство, что они любили друг друга, что это был союз некоммерческий, не служебный, как некоторые готовы конспирологи утверждать. Нет никаких оснований. Ради Высоцкого Влади отказывалась от хороших ролей в кино и в итоге пожертвовала карьерой. Ради Марины русский поэт оставил жену и двоих детей. Согласитесь, высокая цена. Неужели все это ради каких-то оперативных целей? Да, именно так утверждают авторы скандальной книги. А почему Высоцкий не мог работать по-настоящему? У него жена иностранка, а он постоянно мотается за границей. Тогда почему комитетчики не упростили жизнь Высоцкому и Владе в самом начале их романа? Зачем артисту несколько лет запрещали выезжать за границу? Нестыковок и в этой версии не меньше. А скорее даже больше. Все-таки любовь редко поддается рациональному объяснению. В отличие от тонкостей оперативной работы. Какие же еще аргументы остаются у Розакова и Крыжановского? Их совсем немного. Михаил Казаков, например, перед смертью, он признался, что я 32 года служил в КГБ. Был агентом, то есть подписку и регулярно он начался сейчас на конспиративных квартирах. Работал по иностранцам. Совсем недавно всплыло шокирующее письмо певца Элвиса Прессли президенту США Ричарду Никсону. В нем король рок-н-ролла просит главу государства назначить его агентом ФБР. Чтобы бороться с хиппи, наркотиками, коммунистами и группой Битлз. Так что логичными кажутся слова Розакова о том, что он ни в коей мере не пытался бросить тень на репутацию Высоцкого. Это не стукачество, это нормальная работа. Нормальная работа человека, которого я, например, или Крыжановский, да и нормальные люди, называют патриотом своей страны. Он был патриотом, а не стукачом. Но мрачная репутация КГБ сыграла свою роль в восприятии книги. Одно дело бороться с врагом на его территории, как разведчик-штерлиц. И совсем другое – шпионить среди своих в мирное время. Когда мы говорим, что о ком-то написали, что он был агентом КГБ, в принципе, это дискредитирующие сведения. Потому что, если хочешь служить власти, ну уж служи ей честно и открыто. Впрочем, подтверждение агентурной работы Высоцкого не появилось. И вряд ли появится до рассекречивания архивов. Это, как минимум, лет 50. Тогда откуда вообще появилась версия о причастности артиста к деятельности КГБ? Розаков признается – это не его идея. Соавтор. Он мне это предложил. А не хочешь ли ты разработать версию, что он был на самом деле агентом КГБ? Потому что я 20 лет служил в Комитете госбезопасности по линии 5-го управления идеологии как раз. Слышал разговор о том, что Высоцкий был наш человек. И я тебе докажу, что это на самом деле так. О том, что Высоцкий с 1968 года был агентом 5-го управления КГБ, Михаилу Крыжановскому поведал некий генерал Владимиров. Бывший начальник так называемого отдела В. Авторы построили на этом целую теорию. Но для других историков спецслужб она выглядит несостоятельной. Высоцкий не такого склада человек. И если бы он был агентом КГБ, об этом сейчас бы непременно уже было известно. Судей аргументы Розакова тоже не убедили. Иск Высоцкого Никита Владимировича удовлетворить частично. Признать несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство Владимира Семеновича Высоцкого. Свет неопубликованный в книге Владимир Высоцкий, суперагент КГБ. Тем не менее, Розаков и его соавтор остаются сторонниками собственной версии жизни Высоцкого. И даже добавляют. Популярный артист должен был уехать из СССР осенью 1980 года. А сесть в Нью-Йорке и открыть легальный артистический клуб. А там заводить нужные знакомства и добывать ценную для КГБ информацию. Может быть, это станет материалом для их следующего расследования. Книгу «Высоцкий суперагент КГБ» вы не найдете в магазинах. Ее уже изъяли из продажи. Так что оценить аргументы ее авторов широкой публике вряд ли удастся. Лично мне они представляются довольно спорными. Ни одного документа, ни одного прямого свидетельства. Да и выводы сомнительные. Тот самый случай, когда к решению суда абсолютно нечего добавить.